МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы с той экономической ситуацией, которая есть во всем нашем народном хозяйстве, скажем так, но она не критична по одной простой причине. Мы больше не хотим жить плохо. Мы больше не хотим ходить пешком. У нас есть возможность. И сегодня надо просто, чтобы каждый взял свою удочку, своей масти и свой крючок и ловил эту рыбку. Ничего страшного не происходит, просто надо реально смотреть на вещи. Мы сегодня находимся в периоде, условно, если матрицу накладывать, 2004-2005 год. Но это без роста, без перспективы роста сейчас и здесь. Сейчас у нас было такое падение вниз, сейчас открылся этот горизонт, и вот в этом горизонте нужно двигаться и максимально мобилизовать резервы, силы и ресурсы, для того, чтобы начался этот небольшой, но рост. В чем в наших руках? Когда мы в прошлый раз с вами встречались, вы говорили о том, что мы идем к эпохе поддержанных автомобилей. Однозначно к эпохе поддержанных автомобилей, когда продажи автомобилей новых упадут практически до самой минимальной отметки. Хотелось бы теперь... Ничего же... Были прогнозы? Нет, но, скажем так, из того, что мы с вами обсуждали, ничего, что бы я говорил, не свершилось, скажем так, да? То есть, да, действительно, сегодня объем покупок вторичного рынка практически сравнялся с объемом покупок новых автомобилей. Но это не означает, что это будет превалирующим фактором. Просто так сложилась финансовая ситуация, экономическая. Поэтому, когда человек стоит перед выбором, что здесь и сейчас ему купить, он, конечно, выбирает, первое, свои желания. Второе, он смотрит, сколько этот продукт стоит. И примиряется к тому, что есть, исходя из своих финансовых возможностей. Поэтому он, может быть, выберет новое, но менее престижное. Или он выберет уже поддержанное, но более престижное, именно в силу его ощущений. Ведь все ощущения у человека... Автомобиль — это вообще всегда. Четыре колеса, кабина и двигатель. Ну вот на ваше ощущение, все-таки люди делают, по вашему опыту, куда больше крен. В дешевое оно новое, либо в старое, но более высокого качества? Если только о вторичном рынке мы говорим, то, скорее всего, в то, что уже поддержанное, но высокого качества. Вот сейчас в Косноярске на продаже выставлены два дилерских центра. Один был связан, если не ошибаюсь, с «Опелем» и «Шевроле», второй был связан, как ни странно, с «Ладой». На ваш взгляд, это все-таки началась какая-то тенденция, или это разовая такая акция? Яр, ну тут тенденция-то она давно, это присутствует, и прошла смена собственников в разных сферах бизнеса, и там в разных сегментах поменялись. Здесь у ребят, наверное, ситуация такая простая достаточно. «Опель-Шевроле» — человек просто не видит для себя перспективы дальше, да, на этом месте принести какую-то франшизу, или, скажем, те, кто готов сегодня дать франшизу, никак его не интересуют с точки зрения эффективности этого бизнеса. Поэтому он решил, все, я больше этим не хочу заниматься, и поэтому я продаю. Но у него есть последовательные шаги, и если он выполнял все требования дистрибьюции, то ему должны дать компенсацию. Если он получил компенсацию, то теперь он хочет продать как премию и спокойно завершить это. Я так думаю. Я не уверен, что это действительно так. Потому что привезти франшизу и получить ее — это неимоверный труд. Честно вам скажу, это путь от желания получить франшизу до франшизы минимум пять лет. Вот для того, чтобы это. И только кризисные времена, и только период кризиса позволяет сделать это несколько быстрее. Потому что все дистрибьюции, которые работают на производителя, они оценивают ситуацию. О, в кризис, а этот пашет, а этот рвется вперед, а этот перестал. Давайте-ка мы не будем с этим больше, а вот этому дадим, который бежит вперед. Так происходит. Кризис — это время решения по-большому. То, что «АвтоВАЗ», я даже не могу сказать, почему он вдруг «АвтоВАЗ» решил продать, не оценивал для себя. Знаю только одно, что иногда люди просто устают и говорят, все, финит а-ля комедия. Не хочу больше с вами. А как думать, покупатель найдется вот на эти? Вполне может быть, что поменяется, вполне может быть, что на уровне кризиса и на уровне новых требований. Например, ну что такое «АвтоВАЗ»? «АвтоВАЗ» — это сегодня современная компания с мировым именем, куда пришел суперуправление с Буандерсом, который выстроил производственные технологические карты, отношения персонала, убрал весь неэффективный персонал, выпустил, выкатил, объединил синергию с «Рено», с «Ниссаном», выкатил три новых модели, отличных моделей, да, и рвется вперед, потому что у него такой контракт. И он отрабатывает свои деньги по-большому очень серьезно. Но для того, чтобы дальше это производство работало эффективно, знаете, да, там «АвтоВАЗ» на четыре дня перевел рабочую неделю, сократил до шести часов, потому что не покупают, оказывается, так эффективно. Потому что продавать тоже. Если раньше покупали с цены, теперь покупают с качества. Теперь надо доказывать качество, а это может сделать только дилер. Что будет все-таки с ценами на новые автомобили? Цены последовательно в течение ближайшего квартала догонят текущий курс доллара-евро. Не может дистрибьюция, не может производитель все время минусовать и фиксировать убытки. «Опель» ушел, «Хонда» ушла, мелкие вообще, их не слышно, где они. Крупные, которых есть локализованное производство, продолжают держать удар. При этом отчетность 2015 года, посмотрите, сколько убытков зафиксировали в миллиарды. Но они продолжают держать удар, потому что есть сейчас возможность занять большую долю рынка. И в будущем это даст свою отдачу. Вот что происходит сегодня на рынке. Поэтому крупные, которые видят, как рынок работает, оставляют только ключевые модели на рынке. То есть если вы вчера хотели купить там «Вензу» и решили, что сегодня вы это собрали, и еще там дядя приехал и говорит, ну вот тебе, Ян, еще там добавлю рублей 200, иди купи свою мечту «Вензу». А ее нет. И «Хайлендера» тоже нет, только спецзаказ. Сейчас вы заказали, будете ждать полгода, да, получите. Но ценник ровно привязан к тому. То, что сейчас продают практически все дистрибьюции, примерно курс 62 в долларе. Но последовательно каждые две недели сейчас будет прибавка стоимости. 5%, 7%, кто-то сразу поднимет до текущей. Ну, кто играет по своим правилам. Но здесь играет уже вот этот вот эффект склада. Помните, как было раньше, да? Да нету склада. Когда на складах его были автомобили, продавали по старым целям и совершенно спокойно догоняли ситуацию, когда ситуация более-менее стабилизировалась. Ян, дорогой, где вы склады увидели? У кого? Складов больше нет? Складов нет. По крайней мере, у нас складов больше нет. У нас нету этой самой оборотки, которую банки давали. Нету оборотки, невозможно создать склад, поэтому мы сегодня говорим каждому покупателю открыто. Вы хотите свой автомобиль, будьте любезны, заплатите за него, и тогда вы его получите вот здесь, вот здесь и вот здесь. То есть нужно произвести ваш автомобиль, нужно, чтобы он вышел, доплыл до границы пересечения, прошел таможенную очистку, погрузился и прибыл в Красноярск. Это вот занимает столько времени. Стоит это вот столько до этого момента, столько до этого момента, столько. Момент, когда он тронулся на крыльях, это стоит финал. Будьте любезны, рассчитывайте на себя. Вы же себе покупаете машину, не мне, себе. Поэтому деньги работают только на вас. Все. Но люди готовы сейчас ждать, вот как говорили раньше, полгода, да, популярные модели, ждали полгода. Абсолютно точно. Например, Lexus 570 или 450 новая версия. Март 17-го года контракты. На минуточку. Не 16-го, я ничего не перепутал, а март 17-го года, финал контрактов. Больше классов. Вы сегодня не придете, не купите его. Нет. Мы сейчас прилагаем колоссальные усилия, чтобы в условиях рынка, когда есть такой ажиотажный спрос, добыть этих моделей. Это реальная ситуация на высокий тренд, на высокий спрос на модели, которые нужны сегодня. А есть такой спрос? Конечно, он есть. Но вот совершенно неожиданно, вы вдруг решили открыть дилерские центры по продаже очень дорогих автомобилей. Лакшери. Лакшери. А, понимаете, не совсем это соотносится с современным экономическим моментом. Друзья... Кто будет покупать лакшери автомобили в Красноярске? Все те, кто может себе этого позволить. Как вы думаете, почему они не купили себе Бентли раньше? По одной простой причине. Нет ответственного за этот продукт. За каждый продукт надо отвечать. Должен быть дилер, должен быть достойное обслуживание этого продукта. И люди должны быть уверены, что купив за такие деньги, они получат максимум удовольствия и возможностей по эксплуатации такого автомобиля. И они, конечно, хотят быть первыми, они хотят быть космонавты. Все хорошо. В этом сегменте как раз уж мы не надеемся на продажи как в масс-сегменте. Да, это примерно около 20 машин в год. Как сейчас с производством здесь у нас в России автомобилей? В свое время некоторые компании не закрывали производство? Вот если говорить о производстве, да, и о том, кто ушел с рынка, кто останется. Все те производители, которые локализовались больше, чем на 50%, фактически, не условно там в отчетных документах, а этот. Вот ушла высокая отвертка по-большому. Все те, кто уже создал штампы, кто создал производство, кто запускает и вторую, и третью модель, все те остались. Это Hyundai, это Kia, это Toyota. И сейчас они очень дружно борются за долю рынка. И им важно, кто из них будет завтрак первым. А может быть случится так, как случилось с телевизорами? Лучший телевизор сегодня чей? Не японский, корейский. Спасибо большое, что были у меня в гостях. Успехов. И вам тоже. Мы беседовали с представителями сетт-директоров группы компании «Крепость» Александром Конгулом. Всего доброго, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин